Друзья, 23 марта в ДК ЗИЛ состоится очередной форум канала Тактик Медиа. Очень большая просьба прийти поддержать нас, поддержать наших авторов уважаемых. Сергей, я надеюсь, вы тоже поучаствуете в нашем мероприятии. Я не против. Давайте мы выберем бомбовую, чтобы народу побольше пришло. Отлично. Друзья, все будет как мы любим. То есть, кроме выступления, естественно, со сцены, будет автограф-сессия, будет книжная ярмарка. Ну и самое главное, общение в кулуарах с нашими уважаемыми спикерами. Так что приходите, мы вас ждем. И вот у нас подходит, наконец-таки, к нашим морским бастионам флот англо-франко-турецкий. И вот я, собственно говоря, читаю. То есть, вражеский флот занял позицию на внешнем рейде от Херсонесской бухты до Волоховой башни. Его правый фланг составляли 14 французских и 2 турецких корабля. 11 английских кораблей, составлявших левый фланг, сосредоточились главным образом против Константиновской батареи на средней дистанции 1200 метров. Против батарей Карташевского и Волоховой башни находился специальный отряд английских кораблей, имевший задачу подавить эти батареи и действовать по Константиновской батарее с тыла из фланга. Что получилось в результате этих перестрелок? Я сейчас зачитаю. Очень интересно. Да. Причем, заметь, здесь как раз вот стреляют именно моряки, снятые уже с кораблей. Да. Английский корабль «Ретьюза», 25 орудий с одного борта, обстреливал батарею Карташевского. Линейный корабль «Альбион», 45 орудий одного борта, вступил в бой с башней Волохово. «Ретьюза» и «Альбион», про которые мы говорили, настолько повреждены, что их пришлось отправить в Константинополь на ремонт. «Альбион» получил 93 пробоины в надводной части и несколько в подводной, потерял все мачты. Линейный корабль «Агамимнон», тот самый винтовой и так далее, подвергшийся сосредоточенному обстрелу нескольких русских батарей, получил 240 попаданий. И по выражению корреспондента газеты «Обсерватория Триестину», итальянца, был пробит ядрами и тек как решето. На флагманский линейный корабль «Британи» упало 70 ядер и бомб. На линейном корабле «Терибл» бомба, разорвавшаяся на верхней палубе, уничтожила прислугу двух орудий. Другая бомба уничтожила три каюты в нижней палубе и зажгла бомбовый погреб. Слава богу, успели потушить. Корабль стал наполняться водой, естественно, срочно затопили, и, черпая фактически воду бортами, еле-еле ушел с действительного огня. Корабль «Шарлемань», по-моему, порядка 24 попаданий. Корабль «Париж» французский настолько поврежден, что вышел из боя. Всего англичане потеряли в этом столкновении именно со стороны флота. Я не говорю по поводу армии и так далее. 520 человек, русские потеряли 5 человек убитыми, 17 ранеными. Именно на батареях имеется в виду. Еще раз повторяю, что мы бастионы и сражение армии против армии не трогаем. А французского потеряли? Ну, в общей сложности. А, в общей союзнике, да, 500 человек? 520. Турхи неизвестное количество. Неплохо так огрели их. Это говорит только об... А, да, и при этом очень интересно воспоминания одного из лейтенантов Агамимнона на следующий день, который посмотрел вот на эти батареи Константиновскую и так далее, которые они обстреливали прошлый день, ну, фактически полдня. Он говорит, ну, там, конечно, были какие-то выбоины, но, по идее, вообще ничего не было повреждено, и такое ощущение, что как бы по ней никто не стрелял. Вспоминается сразу анекдот про колдоебины. В деревне. В общем-то, как мы видим, русские показали приличный уровень стрельбы. Да просто прекрасно. Там 240 дырок в корабле одном делают. Да, причем, заметь, дистанция варьировалась от примерно 1200 метров до 600 метров. Вот, скажем, Аритуза имел неосторожность вместе с Агамимноном дойти на дистанцию 650 метров. Вот их и огуляли. Да. С ними и поздоровались. Как мы помним, когда мы говорили по поводу тактики русского парусного флота, англичане начинали бой на 800 метрах, то есть рабочая дальность как раз была примерно 600 метров. Нет оснований считать, что русские артиллеристы на кораблях стреляли бы хуже, чем они стреляли на батареях. Ну, судя по всему, потому что другие корабли просто не принадлежались на нормальную дальность выстрела, просто не попадали элементарно. То есть, получается, что если судить вот поэтому, то решение топить флот было как минимум спорным. Но мы, наверное, давайте этим не ограничимся и все-таки попытаемся ответить на вопрос, а почему? Почему? Вот тут выходи, как говорится, из порта и добивай этих подранков. Давайте говорить прямо, да, то есть, я не верю ни в какие, скажем, там, слова о том, что вот англичане или даже французы – это какие-то, значит, сверхлюди, да, там, и так далее, а русские – это унтерментиши какие-то, которым вот нечего со своим… Ну, странным, что ты так думал. Да, со своим свиным рылом в калашный ряд лезть и так далее. Да, флот не для нас, да, там, как говорил в свое время капитан Блат одному испанскому адмиралу, да, говорит, идите там и разводите свиней, что ли. Да, 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 кстати. Синь, она повторяется у нас из века в век, к сожалению, это слабая образованность как русских, скажем так, инженеров и так далее, так и русского, прежде всего, офицерства. Сейчас мы говорим о морском офицерстве, да. То есть, по идее, вот по поводу вот этих микс-то и так далее, это должен вам рассказывать был не я. Это вы должны были читать в мемуарах какого-нибудь седенького адмирала, который там, допустим, ну, в хорошем варианте разбил каких-нибудь англо-французов в проливе Босфора и Дарданеллы, да, и вот вы читаете. Наши технические характеристики были такие, их технические характеристики были такие. За счет этого я вот повернулся вот так, открыл огонь со стальки-то метров. Я точно знал, что вот, скажем, вот у этого корабля вот здесь находится уязвимое место, а вот этому надо обязательно бить по корме, потому что она у него слабенькая и так далее. Да, то есть, а вот здесь мы попытались, допустим, там сбить трубы. Но, к сожалению, вы нигде этого не прочитаете. При этом разведка работала, при этом, например, на маневрах в 1853 году в Англии присутствовал капитан Бутаков, который, естественно, писал отчеты о том, что он видел и так далее. При этом, как мы видели, Лазарев, Корнилов и так далее в Англии постоянно присутствовали, смотрели, какие там технические новинки выбирали, какие пароходы-фрегаты купить, да, там что заказать. Это говорит только об одном. Это говорит о том, что у нас флотом в основном управляли люди невежественные, неграмотные, в том числе и в техническом смысле. Может быть, они хорошо знали латыни-греческий, я не спорю. Лицей – классная штука. Но, блин, хотя бы что-то и по теме надо бы знать, да? И второе, у нас каждое ведомство живет своей жизнью. То есть, судя по всему, разведка живет своей жизнью, инженерная мысль живет своей жизнью, а флот вообще живет своей жизнью. Причем балтийский отдельно, черноморский отдельно. Об этом опять же говорили в ролике про тактику. Отсюда и есть все основные беды. Когда у вас получается, что вам каждый раз заново надо изобретать велосипед, или хуже того велосипед, колесо, вам прежде всего первая мысль, которая приходит в голову – лучше вообще ничего не делать. И вот эта вещь, к сожалению, у нас не изжита до сих пор. Я не буду приводить примеры, но умные люди, как бы, если почитают про тот же самый флот, я так думаю, примеров этого масса. Нам всем надо поднимать уровень грамотности, нам всем надо поднимать уровень образованности. Вот закончить я бы хотел такой шуткой, не шуткой. Ну, как сказать, это на самом деле быль. То есть, в 1821 году наш министр Спиранский предложил Александру Первому все-таки ввести на главные должности в министерствах все-таки какие-то экзамены. То есть, чтобы понимать, когда у нас министр занимает должность, да? Умеет ли он читать? Да хотя бы что-то он понимает вообще по данной теме или нет, чтобы не приходил человек там абсолютно, скажем, далекий от того, чем он собирается заниматься. По собственной инициативе Спиранский провел, значит, исследование, ну, скажем так, такой репрезентативную выборку по экзаменам среди русского служилого сословия. И оказалось, что в русском служилом сословии грамотными можно считать только 28% дворян. Это вот по министерствам, да, которые он курировал, самое, скажем так, умное, да, в кавычках умное, это, естественно, Министерство образования и МИД. В военном ведомстве количество образованных людей по Спиранскому это 13%, а самое низкое количество это МВД 9%. Как-то так. Да, наверное, да, тут есть о чём подумать. Я думаю, нам напишут всякого в комментариях. Я думаю, тут много будет плохого в мой адрес, но... Но вообще... Извините. Конечно, да, вот то, что ты рассказал, ну, когда вот какой-то вот просто берут, и даже не разгрузив орудия, там, допустим, порох, ядра, ну, это ж вы же, если собрались оборонять город, в конце концов, вам те же ядра нужны будут и порох, блин. Ну, ладно, там, орудия, ладно, вы их бросили, там, утопили с кораблями, хотя тоже 600 орудий взять и утопить просто, блин, за тебе корабли. Ну, я могу сказать так, что осада Севастополя затянулась, скажем так, это не наша заслуга. Это заслуга англо-французов, потому что то, какой бардак был там, я надеюсь, что когда-нибудь мы всё-таки будем говорить целый цикл о Крымской войне, и мы поговорим о Балаклавском дурдоме. Да, слушай, ты уже говорил, когда они не знали, куда идти и зачем идти, там, подойти к Севастополю и атаковать, ой, нет, давайте не так. Нет, чтобы ты понял, в зиму 854-855 годов почти половина английской армии была одета, значит, в сапоги на правую ногу. Почему? Значит, сапоги везли два транспорта, один на правую ногу, второй на левую, и один утонул, абсолютно верно. То есть, это вот как пример просто. Ну, понятно, ошибки есть у всех, и там, раздолбайство, неразбериха, ну, как говорится, как всегда, это самое, признаётся, побеждает обычно тот, кто меньше ошибок собирает. Да, хотя бы на одну ошибку меньше совершить нужно ошибок. Спасибо, очень познавательно, ещё раз говорю, надеемся на живой отклик наших зрителей, слушателей, ну, и будем дискутировать. Да, вы в любом случае, уважаемые зрители, вы в любом случае комментируйте, буду рад даже, скажем так, нехвалебным отзывам, да, даже если будете ругать, потому что я надеюсь, что хотя бы вот этот наш с вами небольшой экскурс заставит по-другому немного взглянуть на проблему Крымской войны. Да, и может быть, может быть, вот на основе каких-то споров, ну, придёт какая-то истина, вполне возможно, может быть, и я так прочитаю что-то от кого-то из вас, блин, и подумаю, а я ведь, наверное, был неправ, надо менять своё мнение, надо, блин, больше изучать. Ну, хотя по-крымски я читал много, те, кто читал мой ЖЖ, не знают. Понятно. Ну, и на прощание, опять же, хотели ещё раз поблагодарить вас, потому что все наши ролики, не только те, которые на спонсоре, но и вообще все, выходят благодаря вашей поддержке. До свидания, до новых встреч. Спасибо вам. Спасибо.